Есть известная мулька, что на Западе производительность труда сильно выше, чем у нас. Эта мулька была развеяна еще в 50-е годы. У меня в офисе лежит книжка некого из директора завода, которого Хрущев в середине 50-х послал в Америку. Он там по ней год ездил. Приехал, книжку написал, а потом встал за министром, внешней торговой. Значит, книжка следующая. Как устроен завод США. Это сборочный цех. Туда привозят детали, их собирают и выпускают. Работает 124. В нашей стране, ну в СССР, а теперь в России, это литийка, инструменталка, все свое. Обращаю ваше внимание. Это заводы, которые нам во многом планировали американцы, жена, в 30-е годы. Почему? Тогда было низкий уровень разделения труда, большой крючок перевозок, рассчитывать на редких смежников было чревато, поэтому нужно было все иметь свое. Когда вырос в своем разделении труда, улучшилась логистика, стала, значит, выгодна вот так. Соответственно, вся вот эта вот хрень, она давит на себестоимость. И поэтому у нас низкая себестоимость. Не потому, что рабочие платят. Теперь у нас кризис. Уровень разделения труда будет падать. Представьте себе американское предприятие, у которого комплектующих 100 тысяч разных. Ну, там, основных у него комплектов, скажем, 50, у каждого из них еще 50. Ну и замечательно. Дальше у одного из этих, один из комплектов выпал. Ну, и что дальше? И все встало. Ну, узкие места. Да, узкие места. Вот на самом деле мы сейчас, экономика мировая, будет постепенно идти к ситуации, когда нужно все мое, наше собой.